Музыка Все помнят сыщика из мультфильма про бременских музыкантов. А нюх как у собаки, а глаз как у орла. Людей, способных в два счета отыскать даже прыгщик на теле у слона, в реальной жизни называют следователями-криминалистами. Мелочи, нюансы, детали, следы и даже запахи. Все то, что невидимо обыкновенному человеку, незаметно неискушенному взгляду. Это и есть работа следователя-криминалиста. Незримая миру работа криминалистов остается за кадром, но без этих специалистов сложно представить себе процесс любого расследования. Вызов принят, и я, Марина Комиссарова, с вами. Следователь расследует дело. А вот доказательственную базу, которая ложится в основу обвинения, создают криминалисты. Вину человека, даже если он признался в совершении преступления, в любом случае надо доказать. А это выполняется с помощью улик, мельчайших следов. Вот эти следы как раз ищут криминалисты. Эксперт-криминалист, основные его обязанности – это участие в качестве специалиста при осмотре места происшествия, обнаружение, фиксация, изъятие вещественных доказательств. И потом в качестве уже эксперта производство криминалистических экспертиз и исследований. То есть исследования, изъятых доказательств с места происшествия. Чемодан, с которым я выезжаю на места происшествия, то есть здесь все необходимые, скажем так, те вещи, которыми наиболее часто я пользуюсь на месте происшествия. То есть тут дактилоскопические лифтеры, порошки для изъятия следов рук. Экспресс-тесты, с помощью которых можно выявить следы биологического происхождения, кровь, сперму. Вот раствор блюстара, который я вам показывал. Лазерные дреномеры. То есть такие вещи. Пинцеты для микрообъектов, ножницы. Ну, все необходимое, что мне может пригодиться. При везде на место происшествия, первым делом мы его отцепляем, исключаем проход на место происшествия посторонних лиц. Потом предварительная стадия осмотра, когда мы вместе со следователем определяемся, что же у нас произошло, пути подхода, отхода преступников, наличие каких-то следов, вещественных доказательств, видимых невооруженным глазом. После чего происходит тоже так называемая динамическая стадия осмотра места происшествия, в ходе которой обстановка на месте происшествия фиксируется, документируется, изымаются вещественные доказательства, применяются какие-то технические средства с целью выявления невидимых латентных следов, объектов, их фиксация, сбор, упаковывание и закрепление всего документальной формы. Когда выезжаем, делаем вот такие вещи, это для того, чтобы зафиксировать обстановку на месте происшествия, в любой момент в таком аттрактивном виде можно было вернуться, что-то посмотреть, какие-то вещи, если мы упустили, или какие-то новые обстоятельства открываются. В каждом следственном управлении Следственного комитета России созданы и функционируют отделы криминалистики, в которых служат следователи и эксперты. Их деятельность направлена на организацию оперативного и качественного расследования преступлений, внедрение достижений науки и техники, разработку методики и тактики расследования преступлений отдельных видов, осуществление экспертной деятельности и много других полномочий. Иными словами, ежедневный кропотливый труд, который ведут эксперты-криминалисты, есть важная часть непростого следственного пути к раскрытию любого преступления. Мой главный помощник – микроскоп с электронной оптической камерой, через который я исследую вещественные доказательства, следы. Я потом наблюдаю все это на компьютере, делаю фотоснимки. Здесь вот на фотографии след от утыкания пули в канал ствола, то есть небольшой задир металла. Самой пулей вооруженным влазом толком не видно. Вот по этому следу будем потом пытаться идентифицировать ствол оружия. В настоящее время в отделе криминалистики Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области под руководством Виталия Бочкарева работают шесть сотрудников, в том числе три эксперта – полиграфолог, экономист и криминалист. В их распоряжении имеются передвижные криминалистические лаборатории для выезда на место происшествия, моторная лодка, современное оборудование и специальные средства. Это самокрилатная камера, которая позволяет выявлять следы рук на замасленных каких-то объектах, на металлических оружиях, ножах и прочем. Так, здесь мы после того, как поместится объект, налили необходимые химикаты на обозреватель, запускаем цикл, у нас пошло обрабатываться. Объект наш начал обрабатываться эфирными цианокрилатных кислот. В результате обработки на них будут выводы следы рук и белого налета, с которыми уже впоследствии я буду работать в рамках тертелоскопической экспертизы. Мы можем, в зависимости от модели телефона, извлечь из него список контактов, то есть записанную книжку. Мы можем извлечь список соединений, как входящих, так и исходящих. Содержание СМС-сообщений. В некоторых случаях мы можем даже извлечь данные о геолокации данного телефона, то есть те точки графического позиционирования, в которых происходили те или иные события, то есть сферные телефоны. Мы можем извлечь историю интернет-браузера, то есть историю обращения к сети интернет, ну и также другую информацию. И самое интересное, что это мы можем посмотреть уже на месте происшествия, то есть на первоначальном этапе, не обращаясь к каким-то другим организациям, мы уже можем с этой информацией работать. Благодаря применению специальной техники в текущем году получены сведения, позволившие раскрыть 238 преступлений. К примеру, 31 января на улице поселка Сарай обнаружили частично закопанный труп мужчины, и только досмотр дома одного из местных жителей с применением криминалистических средств позволил обнаружить на лезвии топора и на полу коридора замытые следы крови, которые, как показала молекулярно-генетическая экспертиза, принадлежали погибшему. Задача следователя – обнаружить все криминалистически значимые объекты, которые мы здесь заранее располагаем, то есть все следы, все предметы, которые могут иметь значение для расследования такого уголовного дела, правильно их описать, правильно их изъять, упаковать и, соответственно, грамотно оформить протоколы с мотровыми происшествиями. С приложением фототаблицы, приложением схемы. То есть мы предъявляем достаточно жесткие требования к нашим сотрудникам по правильности, тактической обоснованности тех или иных действий. Поэтому, в общем-то, практически все наши сотрудники проходят такое обучение. Криминалистам знакомы сотни, может быть, даже тысячи моделей самых разных преступлений, оказываясь на месте происшествия, любой эксперт прежде всего моделирует некую схему, как мог действовать преступник, как могли разворачиваться события, обернувшиеся трагедией. И в зависимости от этой схемы приступают к поиску на месте, возможно, оставленных мельчайших следов. Основным следственным действием является, конечно, за осмотром места происшествия. Здесь мы видим криминалистический полигон отдела криминалистики. Он один из нескольких полигонов, скажем так, самый миниатюрный. И здесь мы можем моделировать в условиях, приближенном к действительности, то, либо иное место происшествия. Как мы здесь видим, сейчас у нас имитировано место обнаружения трупа с признаком насильственной смерти. И, скорее всего, по обстоятельствам, это у нас бытовое убийство. Поэтому мы моделируем какую-то обстановку домашнего обихода с различными предметами, на которых, разумеется, есть какие-то следы биологического происхождения, следы рук, можно здесь обнаружить. Мы видим здесь труп, пакет трупов, манекен с орудием преступления и телесными повреждениями, мимитация телесных повреждений. Разумеется, в рамках данного полигона мы можем смотреть верно практически любое место происшествия, по любому из составов преступлений. Лаборатории, в которых работают эксперты, оснащены всем необходимым. Но зачастую экспертизы нужно проводить прямо на месте, срочно. Для таких случаев существует передвижная лаборатория. Как уже понятно, сотрудники отдела часто выезжают на места совершения преступлений для производства комплекса следственных действий первоначальных. Причем нередко такие выезды занимают период более суток. Соответственно, нам для работы на месте происшествия необходимы технические средства, которые мы располагаем на базе лаборатории, которую уже видели. Но приспособлены для работы на месте происшествия. То есть, вы уже видели, например, цианокрылатую камеру для обнаружения следов рук. В данной лаборатории, которая создана на базе грузового автомобиля «Шарля Кодиак», есть портативный набор, который представляет собой миниатюрную цианокрылатную, ну не камеру, а прибор. То есть, горелка, куда загружается порция цианокрылаты, клея. И воспламенитель. Набор форсунок. Здесь же мы видим, например, чемодан для обнаружения и выявления следов наркотических средств. Основных. Здесь мы видим необходимую видеоаппаратуру для просмотра каких-то видеозаписей. Здесь есть портативный видеокомплект. Миниатюрная видеокамера. Набор соединительных кабелей. Здесь также есть набор для выявления скрытых следов рук. Что мы здесь можем наблюдать? Мы здесь наблюдаем те же самые дактилоскопические порошки, иные химические реагенты, магнитные кисти, набор перчаток для работы со следами. На месте совершения преступления часто остаются так называемые микрообъекты, то есть это микроволокна, микрочастицы кожи, ткани, краски, какие-то иные. Здесь есть портативный пылесос с одноразовыми мешками, который позволяет, обработав объект, поверхность, например, салон автомобиля, квартиру, мы можем эти все микрообъекты загрузить в соответствующий бумажный контейнер и потом уже следовать в рамках соответствующей лаборатории. И, наконец, есть набор для работы с объемными следами. Это следы ног, следы подошв, обуви, следы протектора автомобиля, иные объемные следы, которые позволяют собой с помощью гифса либо иных реактивов зафиксировать, пописать данные объекты, изъять их на грунте, изъять их на песке, на снежном покрытии. Помимо этого, есть, конечно, криминалистические чемоданы, которые вы уже видели, искатели. В общем, данный автомобиль представляет собой достаточно большой передвижной комплекс, который позволяет решать криминалистические задачи практически по всем видам состава преступлений на месте преступления. Служба криминалистики Следственного комитета Российской Федерации в этом году отмечает 62-ю годовщину своего образования. Будни следователей-криминалистов, выезды на место преступлений, скурпулезный сбор доказательств, анализ материалов уголовных дел, зачастую единственный путь восстановить истину. Деятельность, которую большинство из нас представляет, как захватывающую детективную историю, а на самом деле напряженная монотонная работа и есть та невидимая, на первый взгляд, служба, опасная и трудная, о которой пелось в известной песне. С вами была программа «Вызов принят». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!